Обеспечение постоянной боевой готовности войск – один из главных приоритетов. Безусловно, важное место в этом имеют различные олимпиады и соревнования среди военнослужащих, проводимые в войсках Министерства обороны под девизом «Менголеп». В частности, состязания «Армейские игры», проводимые по различным направлениям, позволяют военнослужащим продемонстрировать свои навыки и профессионализм на полигоне в конкурентной борьбе. Самые интересные моменты и захватывающие кадры в репортаже Лотара Каевой. Сложные задачи, высокий профессионализм. Отсюда и название «Менголеп». Разнообразная программа испытаний. Цель одна – победить. Для проведения армейских состязаний в масштабе Министерства обороны были задействованы практически все полигоны военных округов. Танковый биатлон и биатлон боевых машин – вот где рекорды ставят всем экипажам. Горным мехом отдавали залпы орудий. А воздух был окутан завесой дыма и пыли от летающих по бездорожью боевых машин. Не жалели ни сил, ни боеприпасов, а потому зрелищным и мощным был каждый этап соревнований. Напряженной буквально на каждом участке маршрута и при преодолении препятствий была борьба многотонных исполинов, которым все равно, что вброд, что на колейный мост. Главное, чтобы попадание было всегда точно в цель. Один сложнее другого – это про армейские конкурсы. Один сильнее другого – это про участников соревнований, военнослужащих национальной армии. Профессиональное мастерство которых выявляется в конкурентной борьбе на полигоне. И только все вместе сила непобедимая. В то время, пока на полигонах юго-западного особого военного округа мастерства оттачивали экипажи тяжелой бронетехники, связисты, меткие стрелки, мастера-оружейники. На полигоне восточного военного округа соревновались десантники. Метко стреляли, ножи метали, полосу препятствий преодолевали, проявляя неимоверную выносливость на всем этапе соревнований. А также военные инженеры расчищали завалы и заграждения, и специалисты войск РХБЗ. Не менее зрелищными и результативными были эстафеты, которые преодолевали без права на ошибку саперы и военные врачи. На полигоне Ташкентского военного округа определяли лучшую горно-штурмовую группу. А в центре подготовки специалистов и служебных собак лучшего инструктора-кинолога и преданного четвероногого бойца, работающих в паре, в одной связке. Вот где важно понимание с одного только взгляда. Претендентов на звание лучшей зенитно-ракетной зенитно-артиллерийской группы среди подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск. Лучшего мастера-оружейника. Лучшие боевой группы определяли буквально на днях ходе смотра конкурса, завершившегося буквально на днях по итогам армейских игр, где военнослужащие продемонстрировали все свое мастерство. Формулу успеха рассчитали, ее точно знают. Победители армейских смотра конкурсов лучшие по профессии военной, которых наградили и отметили памятными подарками и ведомственными наградами. Соревнования прошли на высоком уровне. Очень сильные соперники и сложные задачи, которые необходимо было выполнять всей командой. Мы заняли почетное первое место и оправдали доверие, оказанное нам командованием военного округа. Мы готовы выступать достойно на соревнованиях международного масштаба. При этом отмечают, что полученный опыт будет применен в дальнейшей военной службе. Узбекистан бюль! Узбекистан дионал!